Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вьетнам. История и современность». Тема нашей телепередачи – образование во Вьетнаме, развитие сотрудничества в сфере образования. Вьетнам – это государство, в котором ответственно и очень уважительно относятся к образованию. Так получилось, что первый вьетнамский университет появился более тысячи лет назад. И вот сегодня мы более подробно остановимся на вьетнамском образовании. Сегодня в нашей телестудии принимает участие старший научный сотрудник вычислительного центра Российской Академии Наук, куратор студентов и аспирантов, прибывших из Вьетнама в Россию для обучения Гуэн Куанг Хынг. Здравствуйте, уважаемый Гуэн Куанг Хынг. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Куанг Хынг, скажите, пожалуйста, каким образом формируется система образования во Вьетнаме? Там есть также различные ступени и вообще из каких частей, подразделений, этапов состоит система образования во Вьетнаме? У нас во Вьетнаме образование подразделяется на дошкольное и высшее образование. Вот дошкольное образование. Вот у нас обучают детям с одного года до шесть лет. И вот эти обучаются и воспитываются в детских садах. И потом вот вторая ступень от седьмого класса до девятого класса. И последняя, вот третья ступень окончательная, это от десятого до девяностотого класса. И после вот девяностотого класса выпускники вот сдают вот окончательные госэкзамены и поступают в разные вузы в Вьетнаме. Вот смотрите, дошкольное образование. Если провести параллели российского дошкольного образования вьетнамского, вот у нас на сегодняшний день очень большой дефицит в местах для детей, вот в детские сады. У вас во Вьетнаме как с этим делом обстоит? То есть есть такие же проблемы с детскими садами, с местом в детском саде? Или все там у вас более на хорошем, высоком уровне? Вот у нас сейчас во Вьетнаме, вот тут население, вот тут большое. Уже сейчас в Вьетнаме уже почти девяносто миллионов человек и очень много детей. Поэтому у нас тоже проблема. Вот это место, обеспечивание местного детских сада, как вот тут у вас. Но у нас это, кроме вот этого содействия и помощи от государства, то у нас это создаются вот не только государственные детские сады и вот частные детские сады. И дети могут выбирать или в государственных, или в частных садах для воспитания своих детей. А вот школьное образование, давайте поговорим. Вот вы назвали три этапа, да? Там первый этап, значит, шесть классов, потом девять классов, двенадцать классов. Вот это тоже там частные школы, государственные школы, или это только государственные школы? У нас это среднее, вот это среднее образование, в основном, это государственные школы. Вот хотя бы сейчас уже некоторые частные школы, вот это международные, вот это особенно, тут уже есть, но в основном это государственные школы. И вот у нас ординают три ступени, вот ступени. И вот раньше эта система, как советская система, но только советская система от первого класса до десятого класса. А у нас сейчас это уже до девяностотого класса. А какие-то общественные организации, там вот с точки зрения идеологического воспитания? В школах у нас вот имеется пионерская организация, вот школьники, школьницы, вот с третьего класса могут поступить в пионерскую организацию. Вот я смотрю пионеры. Наши пионеры участвуют в школах и участвуют в разных движениях, в общественных движениях. И потом вот после 15 лет, значит, после 8 класса, то школьники могут, пионеры могут поступить в комсомольскую организацию. Вступить в комсомол. А вот закончил молодой человек школу, ну, хорошо учился. А вот с высшим образованием как? Это у вас тоже государственное высшее образование, частное высшее образование? И вообще немножечко давайте вот расскажите нам о системе высшего образования. После окончания школы выпускники вот могут поступить в разные вот университеты. Это высшее вот заведение Вьетнама. Или вот можно поступить в профессиональные техникумы или колледжи. Вот. И чтобы поступить в государственные университеты, то школьники должны вот сдать выступительные экзамены. Вот по разным группам, по отчетственным вот наукам. Там тоже баллы. И вот обычно вот три экзамена. Если для отчетственной группы, то сдают математику, физику и химию. А для вот группы Б, это гуманитарная, то сдают математику, но с пониженными требованиями. И вот биологию или гуманитарную, и для группы С, это совсем гуманитарная наука. Это, например, и история, вот география или иностранные языки. Сдают и набирают. Это у нас вот мы дадим вот оценки по 10 банным системам. Если максимальный, то можно набрать 30 баллов, но обычно, чтобы поступить в ВУЗы, то требуется от 20 до 30 баллов. А какие ВУЗы вообще есть во Вьетнаме? И много ли их, достаточно для населения Вьетнама? У нас сейчас где-то вот больше 400, это высшие учебные заведения. И среди них, и вот сейчас у нас в основном университеты. Значит, в университетах все фахунчеты, вот направления есть. Я слышал, Ханойский университет, это вот один из старейших университетов вообще. Вот у нас есть даже фотография Ханойского университета. Не могли бы вы пару слов сказать об этом университете? Да, у нас сейчас имеются вот два государственных университета. Это Ханойский университет и государственный университет в городе Хочмино. А это здание Ханойского университета, это старинное. У нас это самый ведущий университет во Вьетнаме. Здесь имеется вот обучение по всем специальностям, фундаментальным наукам, и по техническим, и по гуманитарным направлениям. И вот чтобы поступить в этот университет, требуются высокие знания. И вот в основном это отличники от разных школ. А система там такая же двухступенчатая? Бакалавриат, магистратура? Да, сейчас у нас вообще вот в ВУЗах уже применяется баллонская система. Значит, две ступени. Это бакалавриат и магистратура. Бакалавриат четыре года и магистратура два года. А вот на фотографии, давайте посмотрим, есть, вот, что это за девушки в таких красивых нарядах? Вот эти вот наши выпускники, бакалавриата, и аналогично эти магистры, они после вот задачи, вот госэкзамена и защиты, вот дипломной работы, получили диплом. И это церемония вручения дипломов для них. Угу. Это только для университета в Ханое вот такая процедура? Или такая же аналогичная процедура проходит и в Хашимине, ну и в других высших учебных учебных? Нет, это процедура вот аналогична для всех вот других ВУЗах, в других провинциях и городах, не только для Ханоеского университета. А вот еще, может быть, какие-то есть ВУЗы, не только вот государственные университеты? У нас, кроме вот государственных университетов, еще есть, которые подчиняются непосредственно вот министерству образования и подготовки. Еще есть вот университеты, вот предложающие разные министерства. Например, для министра обороны имеется вот техническая академия и разные ВУЗы. Вот министер обороны для министерства иностранных ген, министерства университет, для министерства международной торговли и промышленности свой университет. И так далее. Или для министерства здравоохранения свой университет, медицинский университет и фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано-фармано- У нас развивалось очень сильно экономическое направление, особенно менеджмент. И вот сейчас уже требуются высокотехнологические специальности. Поэтому сейчас у нас большим запросом развиваются специальности по информационным технологиям. По нанотехнологиям, по биологическим технологиям и по техническим направлениям сейчас тоже с большим запросом для развития экономики страны. Вы знаете, вот еще один такой вопрос, на мой взгляд, важный, нужный, интересный. Готовите специалистов с высшим образованием, и много, наверное, да? Но насколько вот система высшего образования во Вьетнаме соответствует потребностям общества, потребностям велению времени? То есть вот вы много готовите, вроде я вижу, проблем нет. Но насколько она соответствует? И есть ли необходимость в ее реформировании? Или может быть там у вас реформы проходят высшего образования, так же, как у нас? Нет, у нас до сих пор достаточно много университетов, и обучают большое количество студентов для общества, экономики страны. Но мы знаем, что это качество образования в высших вузах не удовлетворяет развитию экономики и уровню развития страны. То есть у вас тоже реформы, да? Да, сейчас у нас тоже идет вот этот процесс реформирования системы образования по направлению повышения качества образования. И вот это по направлению подготовки специалистов, высококвалифицированных специалистов для развития экономики страны. Угу. Ну, а какие направления реформирования? Ну, понятно, повышение качества образования. А вот с преподавательским составом, с научной базой, я не знаю, там, с лабораторным образованием, вот что там? Или это все у вас хорошо? У нас сейчас идет, вот, можем назвать, это будет коренная реформа, чистимое образование. Вот, чтобы, во-первых, вот это повысить качество образования, вот, качество образования. Это изменить, это новые, вот, изменить методы обучения и методы для преподавателей. Вот, и методы, вот, учебы для, вот, учащихся, вот, это первое направление. Второе направление, это мы хотим, вот, реформировать, вот, стильное образование, чтобы, вот, развиваться по, вот, новым, высококвалифицированным направлениям, специальностям для подготовки специалистов. И, вот, третье, это повышение, вот, качество квалификации, вот, профессорского преподавательского состава. Сейчас у нас это качество преподавательное не очень высоко, мы должны, вот, повысить квалификацию преподавательной. И, вот, вот, тоже, вот, повысить требования, вот, качество, вот, знания, это учащихся, школьников, это для, вот, обучения, вот, высококвалифицированных, вот, и высокотехнологических специальностей. И, вот, дальше, вот, направление, мы должны реформировать, вот, вот, материальное обеспечение. Материальную базу, да? Базу для университета, лаборатории. Лаборатории, вот, оборудование, вот, для, вот, университета, у нас сейчас точно не хватает и не удовлетворяет, вот, требованиям современного развития. И, вот, третьего, вот, дальше, мы должны, вот, изменить эту финансовую политику, вот, для преподавательной. Для профессоров надо изменить, повысить зарплату для, вот, профессоров, чтобы обеспечить, вот, высокое качество обучения. Еще есть такое направление, как взаимодействие науки и образования, то есть, вот, слияние научно-исследовательских подразделений страны, ну, научно-исследовательских институтов, скажем так, с высшими учебными заведениями. Да, правильно, это правильно. Есть такое, или? Вот, да, у нас в реформе мы тоже будем сосредоточивать на вот вопрос, вот, интегрирование, вот, науки с образованием. Надо, вот, создать в вузах этот научный институт свой, и надо тоже присоединить некоторые, вот, НИИ, вот, научно-исследовательские институты, вот, к, вот, учебным заведениям, чтобы, вот, не только предоставить, вот, теоретические знания студентам, а надо, вот, повысить практические навыки, вот, это практические знания для студентов, и сочетать науку с образованием и с производством, и надо сочетать, и, вот, образование вузов, с, вот, деятельностью бизнеса, и, вот, деятельностью науки. Вот мы хотим, вот, интегрироваться, вот, вот. Сблизить, как бы, науку с производством, науку с практикой, ну, это, в общем, правильное и нужное направление. Вот, теперь хотелось бы поговорить о развитии сотрудничества в сфере образования между Россией и Вьетнамом. Вот, существуют сейчас какие-то проекты совместные, вот, в этом направлении. Вот, то, что вы курируете студентов, аспирантов, да, вьетнамских, которые учатся конкретно в Москве. А еще что-то есть? Какие-то направления? Вот, по образованию, то у нас с Россией, раньше, с Советским Союзом, уже, вот, давно, вот, традиции, вот, сотрудничество. Раньше Советский Союз, и сейчас Россия уже подготовила, и сейчас подготовила много специалистов для Вьетнама. А сейчас мы хотим, вот, дальше развивать это сотрудничество, вот, в области образования с Россией. Это, и у нас сейчас, это разные совместные проекты, вот, по образованию. Вот, например, вот, у нас сейчас идет, вот, проект создания, вот, российского, вот, вьетнамского технологического университета в Ханое. Это между, вот, министром образования и науки России и министром образования и подготовки специалистов Вьетнама. И, вот, сейчас, это тоже идет еще проект создания, вот, российского, вьетнамского гуманитарного университета, вот, между, вот, Московской Академией экономики и права с одним, вот, экономическим и гуманитарным университетом Вьетнама. И, вот, другие разные проекты, совместные проекты, вот, в науке. А вот, по переподготовке, я, что... И, по переподготовке, по повышению квалификации КАДРЭП, то у нас постоянно, каждый год мы направили разные группы госслужащих, вот, в Россию. И не только в Россию, и в Америку, и в Европу, и в Австралию для повышения квалификации, особенно для, вот, в области государственного и мунистерного управления. Посмотрите, это что за группа госслужащих? Вот, это одна из групп, это программа проекта СОС-65, которые, вот, приехали, вот, на краткосрочную стажировку в Москве, это государственное учреждение управления. И, вот, это, по 20-25 человек, каждый год мы набираем разные группы. И, нет, мы хотим повышать квалификацию, вот, для них по государственному и мунистерному управлению. Это по управлению, вот, транспортом, управлением экономикой, финансовой, управлением, вот, экологией. И, вот, по разным направлениям. А вот, какие бы еще направления, вот, допустим, возможно ли проведение, там, я не знаю, совместных конференций или что-то там такое? Вот, для развития сотрудничества, вот, с Россией по образованию, вот, мы думаем, что мы можем совместно с вами развивать по, вот, разным направлениям. Вот, первое направление, это организация обмена студентов между вузами России и Вьетнама. И, в том числе, обмена, вот, преподавателей, профессоров, вот, командировка российских, вот, профессоров по Вьетнаму, и потом стажировка, вот, вьетнамских, вот, профессоров и преподавателей в российских вузах. И, вот, второе направление, это организация совместных, вот, научных конференций и семинаров, вот, в вузах по Вьетнаме. У нас есть фотография, кстати, одна, это, по-моему, совместный, вот, открытый семинар в университете банковского отдела в городе Хашимине, да? То есть, все-таки работа идет, ведется. Да, вот, мы хотим, чтобы развивать, вот, совместные научные, вот, семинары и конференции, вот, такого чипа. И, третье, мы можем совместно, вот, на вьетнамские вузы, совместно российскими вузами организовать этот совместный НИР, вот, НИОКР, даже, вот, и у вас по программе, этот, РФФИ. И у нас тоже аналогичная программа международного сотрудничества есть, да, самое главное, что, вот, чтобы наши, вот, студенты и вот, ученые, совместно с вашими студентами, учеными, вот, организовать совместные, вот, проекты. Я думаю, вот, еще необходимо издание, вы говорили, вот, мы разговаривали, что сделать какой-то журнал совместный. Да, и вот, параллельно, вот, организации, вот, научных конференций и семинаров, мы должны вместе с вами создать, вот, совместные научные журналы, вот, чтобы мы можем обликовать результаты, вот, научных, вот, исследований, вот, ваших студентов, профессоров и вьетнамских, вот, студентов. Ну, действительно, очень важно, когда работы российских ученых публикуются за рубежом, и вот это, как бы, если такой журнал сформируется, будет издаваться на русском, вьетнамском, английском языке, то вот, очень хорошо и для русских ученых, и для вьетнамских ученых издавать свои работы, вот, в этом журнале. Да, это очень хорошо. И еще одно вот направление, это совместная подготовка, вот, студентов, вот, вьетнама в российских вузах, по такой схеме, можно, вот, совершенно, вот, один год или шесть месяцев изучения русского языка во Вьетнаме, потом два года, вот, в вузах во Вьетнаме, потом, вот, последние два года, вот, для бакалавриата, вот, в российских вузах получить диплом. И потом, да, в магистратуру. Спасибо. К сожалению, уважаемые телезрители, наша телепередача подошла к концу. Благодарю вас за внимание. Хотелось бы выразить большую благодарность, сказать огромное человеческое спасибо Гуэнку Антхэнгу за его интересный, обстоятельный разговор. Спасибо, Вячеслав Васильевич, и спасибо, уважаемые телезрители. До свидания, до встречи на следующей телепередаче. Субтитры создавал DimaTorzok